приветствую всех любителей бокса и записать это видео не заставила информация которую я увидел на сайте официальном сайте промоутерской компании union boxing промоушен где утверждалось что артем далакян пятикратный чемпион мира и его все называют супер чемпионом по версии wb что у меня вызывает но некоторые вопросы забегая вперед скажу что я адресовал на адрес электронной почты union boxing промоушен просьбу прокомментировать данную информацию но и жду ответа в общем давайте разбираться первый титул чемпионы мира по версии wb и супер он появился в 2003 году после конфликта ленокса льюиса с доном кингом напомню что после победы над эвандером холифилдом ленокс льюис должен был проводить две защиты обязательную по версии айбеф и по версии wb на этом настаивал дон кинг естественно разорваться ленокс льюис не мог в wb в руководство возникло такое предложение воспользоваться понятием wb супер и отдать его леноксу льюису поскольку он обладал несколькими чемпионскими поясами но а джонни руис должен был довольствоваться титулом чемпиона обыкновенного по версии wb и как бы были и волки целые и овцы сытые wb получал бы деньги и от ленокса льюиса и дона кинга но дон кинг подал иск в суд не штата нью-йорк выиграл его и таким образом ленокс льюис был лишен титула чемпиона мира по версии wb но идея прижилась и в скором времени собственно говоря титул супер чемпиона и титул обыкновенного чемпиона имели место быть далее если мы говорим о статусе супер чемпиона то здесь не надо выдумывать паровоз нужно просто обратиться к правилам торы были скорректированы 6 ноября 2015 года до этого там было две корректировки 2009 2011 году пункция правил раздел точнее c пункт 2 а заглавленный супер балл где мы читаем титул супер чемпиона по версии wb присуждается чемпионом ассоциации проведшим 5 последовательных защит титула титула обыкновенного чемпиона мира при проведении 10 последовательных защит пояс чемпиона получает имя имя его владельца то есть если дай бог артем проведет 10 последовательных защит титула то будет титул чемпиона мира wb артем далакян да вот такой вот титул в я только за то чтобы у артема вот эта возможность была реализована теперь далее переходим к артему мы помним что завоевал он свой титул чемпиона мира по версии wb ординарити то есть обыкновенного 24 февраля 2018 года с победой единодушным решением над брайаном вилорье дальше последователи последовало 44 защиты первое обязательное состоялось 17 июня 2018 года где артем победил техническим нокаутом восьмом раунде серича и той же нома вторая защита добровольная 15 декабря 2018 года победа техническим нокаутом в пятом раунде над григория леброном третья защита обязательная 16 июня 2019 года с победой техническим нокаутом в десятом раунде над саравутом таром гонхоном и четвертая защита состоялась вот-вот 8 февраля сего года победа единодушным решением судей над хасбером пересом выходит завоевав титул артем далакян провел четыре защиты не 5 4 защиты поэтому рассчитывать формально на статус супер чемпиона он увы к сожалению не может теперь по поводу пятикратного чемпиона мира гипотетически это может быть почему потому что завоевывая титул и защищая его существует такая формальность боксер передает свой титул супервайзеру и в поединке он его ну как бы завоевывает на ново и принципе вот формальная да это существует то есть он на ново становится чемпионом но существует и вторая сторона медали да то есть боец чтобы стать двукратным чемпионом мира мы неоднократно это слышали там двукратный пятикратный чемпион мира должен завоевать пояс потерять его и снова завоевать таком случае он двукратный чемпион мира если он после второго завоевания снова его теряет и в третий раз завоевывал тогда он трехкратный чемпион мира так что для этого и придумали собственно говоря ринг анонсер вы слышали произносит стил чемпион все еще чемпион либо new чемпион новый чемпион поэтому называть артема далакяна пятикратным чемпионом миром как-то некорректно он не проигрывал статусе чемпиона мира и на нова не завоевывал этот титул так что увы артем далакян чемпион мира по версии WBA который провел четыре защиты вот и все каким образом артем стал супер чемпионом можно объяснить только так мы помним что 7 февраля луис концепцион техническим нокаутом 11 раунде побеждает роберта барреру и становится обладателем правовременного обладания поясом чемпиона мира по версии WBA то бишь обязательным претендентом на проведение артемом далакяном обязательной защиты своего титула и принципе этот поединок вот от 8 февраля должен был состояться в течение четырех пяти месяцев но увы артем травмировался причем давайте скажем честно он уже выходил в ринг с травмой которая имела место быть и в первом раунде она скажем так где тонко там рвется во втором раунде эта травма уже усугубилась произошел перелом и до конца общем боя артем боксировал со сломанным большим пальцем причем перелом был со смещением и вот эта травма последует как минимум полугода до восьми месяцев лечения и восстановления естественно WBA так долго ждать не может зарабатывает напомню WBA получая процент от призового фонда поединков которых санкционируют чемпионских поединков лишать себя заработка WBA не любит и не будет поэтому конечно же она может присвоить Артему Далакяну статус супер чемпиона и Луис Концепцион будет оспаривать право общем завоевание титула обыкновенного чемпиона мира по версии WBA с одним из боксеров которого определит комитет по проведению чемпионских поединков всемирной боксерской ассоциации ну а Артем Далакян уже в статусе супер чемпиона может проводить обязательную защиту своего супер титула против обыкновенного чемпиона мира ну а между этими обязательными защитами проводить бой против любого бойца который находится в рейтинге WBA либо в рейтинге любой боксерской организации который будет одобрен как комитетом по проведению чемпионских поединков WBA так и комитетом по проведению чемпионских поединков любой другой организации об этом говорят правила от февраля 2011 года которые были приняты WBA и вот у меня вопрос к руководству Union Box Promotion можно ли увидеть документ на основании которого Артем Далакян назван супер чемпионом почему потому что на официальном сайте WBA подобной информации нет если она у вас есть можно ли ее увидеть и тогда собственно говоря все вопросы исчезнут вот собственно говоря вот такое видео прошу заходите на наш YouTube канал подписывайтесь на него делитесь нашим видео жмите на колокольчик чтобы быть в курсе всех событий оставляйте свои комментарии вот как вы относитесь к возникшей ситуации почему я об этом заговорил потому что здесь существует определенная несправедливость мы смотрим в правила смотрим в реальность и у нас получается когнитивный диссонанс поэтому когда эти правила могут быть применимы против наших бойцов мы конечно же выражаем неудовольство а здесь вроде бы как удовольство поэтому ваши комментарии относительно вот этой ситуации очень важны да в споре познается истина заходите на наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua там гораздо больше информации пишите нам по адресу нашей электронной почты the ring show собака gmail.com ищите нас в социальных сетях и пабликах и помните где бы вы ни были и что бы ни творили боксерские организации все всегда будет бокс а и Субтитры сделал DimaTorzok